Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Меня зовут Брейн. Сегодня у нас рубрика мобильных игр. Сегодня мы играем в Фейспалм Квест от создателей Тролл Фейс Квест, понятное дело. Поэтому долго томить не буду. Ставьте лайк, подписывайтесь. Поехали! О, божечки мои! Так, что у нас здесь? Я помню, что в Тролл Фейсе мы видели троллинг всего, чего только можно было. Игры, фильмы, сериалы, даже блогеры были. И мы с вами там были даже в одной из частей, насколько я помню. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Аксессори. Аксессори хуйникло. Хуйникло. Хуйникло, не знаю, что такое хуйникло. Видимо, что-то очень интересное. Так, что мне надо? Эсхол. Типа, этот, Apple Pay не сработал, видимо, с телефона через NFC-чип. Не получается оплатить. Так, крокодил кликабелен? Блин, я давно не играл уже в это. Я, честно говоря, даже не помню. О, оплата не проходит. И кассиршу, понятное дело, это очень сильно злит. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Может, надо... Блядь, она сейчас... Она просто съела, нахуй, терминал, понимаешь? Просто его сожрала. Так, давай потыкаем в другой области. Может, на телефоне? Нет. А, тут задержать можно. Я ее зову. Вот, появляется огромная жопа. И я так понимаю, что сейчас, видимо, оплата пройдет нормально. Чем это по... Блядь, он повернулся, и у него сзади штрих-код, как у Хитмана, лысая голова и тоже похоже на задницу. Это удивительная игра. Ну, допустим, да. Ну, будем считать, что кому-то это может быть смешным, да. Больно. Я просто увидел, как один хуи Никола жарит второго, и мне показалось, что это даже смешнее, чем усатый чувак в женском белье и баба с тремя сисьхами. Ладненько. Это все? Для этого уровня, наверное, да. Уровень пройден. Ступиделла, кстати, прикольная была игра, и Фейлман. Обе эти игры есть на канале в рубрике мобильных игр, поэтому смотрите, я думаю, вам понравится. Поехали дальше. Газолина. Эйр. Кто-то ездит на воздухе, кто-то воздух продает, а кто-то сегодня играет вот в такую вот игру. Так что вот такие вот у нас дела. Что это за байкер? Что ты можешь? Гру до мышц. Так. О-о-о! У него рейдж! У него начинается вакханалия. По-моему, его штырит что-то не... Уровень не пройдет. А почему ты так сгорел-то быстро? А его надо заправить, да? Чем? Газолина не работает. Двигается что-то здесь. О! Оуу, фак! Так. Я колесо качаю. Смотри, оно, по-моему... И что? Так, колесо я накачал. Но у него пердак, по-моему, подгорает. Смотри, все равно. Что-то я не вникаю. Тут не всегда с логикой как бы игра дружит. Она, в принципе, с логикой не дружит. Но... Так. Может, надо быстро? Точно! Быстро перекачали шину, и появляется такая темнокожая девушка. Я боюсь даже представить, что будет дальше. Вот подобный диалог, кстати, в гиберпанке был. Там два чувака обсуждали, что лучше трахать. Надувную куклу или реальную женщину. Серьезно, без прикола. У меня в ролике это было раза два, по-моему. Где-то на рынке мы пробегали. И настолько, видимо, заморочились озвучки. Там, кстати, очень много мата. Кто не смотрел проходняк, посмотрите. Может быть, вам даже зайдет игра. Итак, что мы делаем дальше? Женщина, что мне с тобой делать? Ее надо как-то подвинуть, может быть? Ебать, она его ушатала. Огромного стероидного качка. Байкер уже ушатала эта баба. Сделала из него колесо. И поставила вместо шины туда, вот на байк свой. Вум-вум, бля. И поехали. Понятно. Подожди. Он типа хотел подкачать себе шины, да? Он вставляет, получается, в зад. Ну, как бы здесь это показано, да? То есть вставляет ей туда шланг, накачивает. Ей это не понравилось. Она решила... Ну, понятно. Блядь. Это очень странно, когда я пытаюсь осмыслить то, что смысла, в принципе, не имеет. Но ничего страшного. Уровень третий нас ждет с тобой. Третий уровень. Здесь какой-то безумный ученый пытается что-то вырастить. Вижу кокосы, вижу какие-то странные руки, бля. Так, с рукой взаимодействия нет? Хм, правильно. У тебя вырастут волосы, блядь, зеленые. Ха-ха-ха. Эй. Что, все? Ква-ква-ква. Вот я что-то не понял пока. А, долбануть надо по нему. Так, он нажимает. И из его волос, из этой токсической хрени, потом появляется цветочек, блядь, который его съедает. Ну, допустим, ладно. Блядь, это жестко. То есть у него руки растут, у него растут какие-то непонятные существа. И потом ты просто умираешь от этого. От своего же детища. Я тебя породил, я тебя и убью. Здесь это подходит. Едем дальше. Едем дальше. Я бы хотел, конечно, сказать, что я понимаю, что происходит на экране. Но мне кажется, я ничего не понимаю. Так. Какой-то нолик. Или это пончик. На фоне медовых сот. И пасеки. Какой-то странной девушки. Ты пчела, я пчеловод. Почему-то песня вспомнилась. Ладно, я не буду осмысливать, опять же, происходящее. То есть он делает ей предложение. Правильно? Правильно. Дарит ей кольцо. И она, типа, должна его принять. Но это кольцо что-то слишком велико. Как бы для ее рук, для ее шеи. И максимум, куда можно только на голову надеть его. Она его просто съедает. А это пончик, что ли? Вообще, там как бы были бриллианты, насколько я видел. Но я так понял, что бессмысленно все это дерьмо. Так, она его съедает. И просто выплевывает. Хорошо, что-то не очень понятно, что надо. А, таки да. О, ебаный свет. Появляется огромный шмель-убийца. И я так понимаю, что все. Он должен, видимо, как-то спасти ее от этого шмеля. И, типа, проявит себя с благородной стороны. И она ему и так все сделает. И выйдет за него без кольца. Я так понимаю, да? Так это работает. Блядь, он ее ужалил. У нее выросли огромные руки-базуки. Видимо, отсылка к этому. И туби пизда хлопчит. Все, ему хана. Она его насадила, блядь. Просто насаживание. Понимаешь, происходит прямое насаживание. Здрасте. Че заиришь, мать твою? Лайк поставь. Даже трудно сказать, что это было, кто это был. Но я вижу теперь дермодемона. Чувак, который в дерьме возле толчка, блядь. Везде камеры. Пончик с планшетом. Вообще очень странно. Я не знаю, что курят разработчики. Но если в Троллфейсе мы хотя бы узнавали персонажей из игр, фильмов, сериалов, допустим, да? Здесь у кого-либо узнать, я так понимаю, сложно. Если это, конечно, имелся кто-то в виду изначально как образ. Итак. Вроде бы такая нелесть написана, видишь? Там кто-то сидит, блядь. Мне кажется, лучше туда не заходить. Хочешь в туалет, блядь, иди в поле. Иди, блядь, в лес куда-нибудь. Вон там свалка или что-то. Ну, открой же, сука! Открывай, падла! Чувак, который весь в какашках, мне кажется, он может сыграть тут ключевую роль. Поэтому... Либо чувак с планшетом. Это те самые приколюхи, которые на камерах, знаешь, есть. Там в айфоне есть такая штука. А где ты можешь, типа, на себя посмотреть, разные маски примерить. Там вот маска с собаки. Можно сделать себе ребенком. Старым, молодым, кем хочешь. Заебца, блядь. Бля. Чуваку даже не надо было идти в туалет. Он сделал свои дела прямо на вот этот гидрант. Это, которыми мы еще в GTA угорали. До свидания, блядь. Но, тем не менее, это считается как пройденный уровень, поэтому все нормально. Идем дальше. Идем дальше. Это, видимо, помидорочка. Я не знаю, блядь. Мистер Томат, как его называй, как хочешь. Меня смущает вот эта вот пила, которой дерево режут. А вот это справа. Часто в фильмах ужасов ее используют для того, чтобы разрубить кого-то, ну, кому не так повезло. С главной ролью, да? В фильме. Так что, ладно. Тут какие-то тумблеры. А свет включается. Это хорошо. Может, надо зажать? Зажать не получится. Ёпта, я увеличил лампочку. Я увеличил лампочку, которая съела этого чела. И перемолол его нахер в блендере. Такая тема с блендерами, кстати, есть всегда, когда выходит какой-то, опять же, новый телефон. Есть канал, где, допустим, чувак бросает в блендер, там, допустим, новый айфон или там какую-нибудь другую вещь. И показывает, как этот блендер размеливает новенький телефон просто в пыль. Типа, насколько там мощные лопасти, насколько там все заебись, что просто технику из металла, стекла, можно, блядь, перемолоть. Не знаю, правда это или нет, или это чисто такой маркетинговый ход, но это было забавно. Правда, это я видел пару лет назад, не знаю, как сейчас. Заявись, красный свет. То есть мы думали, как же сделать свечение красным? Очень просто, Вася. Все очень просто. Едем дальше. О, это же Тесла. Это же, наверное, Илон Маск. Это же не Тесла, которая, как она там называется, киберпанк. Кибертрак вроде бы, да? Которую все хотят и у которой очень странная форма. И по законам аэродинамики это не очень практично. Это не очень правильно, потому что типа форма должна быть обтекаемой, да? То есть все наши самолеты, они обтекаемы, автомобили по большей степени обтекаемы, чтобы как бы и шума меньше было, и как бы ехалось лучше. Вроде бы так. Ну, давай посмотрим, что может сделать Тесла. Что может сделать Тесла? Правильно. Можно просто сесть туда. И уехать в следующий левел. Но таким образом мы это не пройдем. Может тебя увеличить как-то, нет? Здесь два клика, и сразу левел заканчивается. Давай посмотрим. А, надо быстро-быстро-быстро-быстро понажимать на Тесле. И все. Что-то я не понял прикола, если честно. То есть мы что, опередили время и стали картонами? Что за бред, бля? Что за бред вообще? Какой-то странный уровень. О, мясорубка с усами. Это хорошо. Это так же хорошо, как вон репка справа возле морковки. И у нее корешок внизу. Вот, я думаю, все обратили внимание на корешок у репки. Правильно, что репка? Репка. Все нормально. Итак, ты первый. Первый идет томат. И из томата получается, блядь, неплохая томатная паста. Что-то как-то уже, знаешь, расхотелось помидоры есть. Я думаю, что мы сейчас с тобой разлюбим также и морковку. Блядь, это жестко. Я слышал, кстати, доказано научно, что лук плачет, когда его режут в салат или когда что-то с ним готовят. Просто он издает плачь, он плачет на определенной частоте, которая, типа, человеческое ухо не может воспринять нормально. Поэтому имей в виду, что когда ты режешь лук, не только ты плачешь, но и лук с тобой плачет. Так что вот такие вот дела. Так, сделали заебись салат. Сто процентов веганский салатик. Что мне тут надо? А, надо быстро, 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 быстро нажимать. И мне это ни хера не дало. А, задержать, чтобы этот просто блеванул или убежал. Ебаный свет. Каннибал. Ну, каннибализм относится, если прям вот вообще придираться, каннибализм только к людям. То есть каннибализма у животных нет, там это по-другому называется. Но ничего страшного. Кто будет этим заморачиваться, правильно? Никто. Ринг. Ну, с Джонни Бой. Джонни Бой, Джонни Бой. Что такое Джонни Бой? Кто такой, не знаю. Но, наверное, кто-то. Хотя, учитывая, что мы тут видели, уже был Илон Маск, значит, были, наверное, какие-то другие люди. Итак. Какая-то большая женщина. Наваливает мелкому такому Джонни Бою. Кто шарит, кто этот слева? Я просто не шарю. Может, какой-то блогер или артист. Хрен его знает. Так. Что мы тут можем? Значок Амбриллы, конечно, впечатляет. Так. Это не так работает. А если я на тебе щелкну? Вот. Он радуется. Смотри, она еще больше стала. По-моему, тетку справа начинает раздувать люто. А, надо вот так. Появляется Вива Пината. И они просто теряют армейский нахрен. Почему у нее в глазах дерьмо? Я не знаю. А, это Вива Пината была вместо конфет напичкана просто дерьмищем. Дерьмище, которое вылилось на этих двух чуваков. Ну, точнее, на... Ну, вы поняли. Так. Здесь девчонка рожает. И тут Тик-так. Тик-так, точнее. Ну, типа, видимо, отсылка к Тик-Току. Мы уже все это поняли, конечно. Но почему-то находятся там кишки. И как-то странно совмещать Тик-Ток, беременную бабу на приеме у гинеколога и кишки. Общего тут не очень много. Я боюсь даже смотреть, что будет дальше, блядь. Рождается новая звезда Тик-Тока. Она прыгает в эту яму, блядь, из которой выбраться нельзя. Странно, что они не олицетворили ее, как ящик с дерьмом. Предпочли вроде кишки. Ладно, что дальше? Нажимаем еще раз. Появляется еще одна новорожденная звезда Тик-Тока. Ай, блядь, появляется третья звезда Тик-Тока. И сейчас чисто такой вот Тик-Ток-хаус появится, да? Надо много раз нажать. И чего? Чего, прикол? Не понял. Мы прошли уровень. Я честно пытался понять, пытался найти какую-то связь между вот этими вещами, но как-то не очень. Так, мокрый пол. Там Нассана. Тут таракан, который пытается есть мороженое. Пончик, который мы увидели уже, который делал предложение девчонке. Пицца. Желез с мозгами. Пинато, у которой на подбородке яйца, яйцебородое пинато. А, это не пинато, это курица вообще. И вода цыля. Так, кофе, холодные книги, шейки, органы. Классно? Это чистый психодел. Разрабам надо делать ужастики. Я думаю, что-то похожее. Если сделать в стиле Five Nights at Freddy's, это будет мясо. Итак, пончик начинает есть пончик и снова отсылка к каннибализму, да? Уровень не пройден, понятное дело. Тут очень много на чем можно было взаимодействовать, я так понимаю. Эм, 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 показывает. Это ж чувак из щелкунчика, да? Судя по внешнему виду, наверное, да. Заебись, блин. Так, что-то произошло? Что-то произошло, по-моему... Уровень не пройден, нихера, подожди. Так, берем пончик, выбираем, что мы хотим съесть. Не понял. А, надо на чуваках было нажать. Чуваки начали лизать пол. Блядь, странно, очень странная игра, серьезно. Ну, фейспалм. То есть, я напоминаю, что здесь как бы не троллинг, а именно вызвать так называемый эффект фейспалма. То есть, стыд, ебаный, проще говоря, народным обычным языком. Идем дальше. Использую подсказку. Нет, давай пока посмотрим, что тут есть у нас. А, еб твою мать. Ну да, может, он руки не помыл, или еще какая-то фигня, блядь. Он нашинковал, сука. Как ветчину, блядь, мультик, как шинкует. Итак, что я могу сделать? Ничего не сработало? Ну, ладно. Я могу сейчас открыть правильно. Появляется Эйфлева башня. Чего, бля? Ты знаешь, чем дальше в лес, тем гуще помидоры, как говорят. Или волки страшнее. И тем больше непонятнее становятся игры. Может быть, я отстал от современных тенденций. Может быть, это какой-то мем, где появляется башня. Башня пробивает этого динозавра, которому принесли поесть. Хер его знает, честно. Я вроде бы как бы поглядываю, что там интересного из новых мемов. Но этого я не видел. Может, вы напишите в комментах. Идем дальше. Это уже 13-й левел. Кстати, сколько вообще левелов? А, так это предпоследний. Смотри, 13-й, 14-й. И у нас еще есть секретный 15-й. Так, мы его оставим на потом. Не будем себе спойлерить. Давай посмотрим, что у нас здесь. Итак, какие-то странные деревья. Очень странная раскраска. Привет, мистер обезьян. Он упал с дерева. И как бы все на этом закончилось. Так. А, дерево просто задержать надо. Падает спутник. ИСС. Странно. Уровень не пройден. Не, неправильно. Но суть как бы ясна, да? Падает сначала горилла. Потом мы задерживаем. Падает спутник. Чел из спутника должен был упасть. Падает какая-то рыба. На обезьяну падает рыба с неба. Ты понимаешь, даже если так просто послушать, что я говорю, кажется, какой-то набор рандомных фраз. И мне, видимо, надо вызывать доктора. Потому что, блядь, с головой у меня не все в порядке. Рыба, обезьяны, деревья в полосочку, спутник. Да. Походу, что-то совсем жестко. Вот, видишь, у обезьяны фейс-палл. Ну, как-то так. Едем дальше. А, мертвая зона. Это та самая мертвая зона. Это та самая у нас самая высокая гора в мире. Но тут есть люди, которые отдыхают. Которые умудряются загорать. Так. Кого? Даже о коса урона есть. Хорошо. Это типа последний левел. Давай посмотрим, что мы можем тут сделать. Так. Вон, чувак, альпинист пытается добраться. Но, опять же, у пончика не получается. Хотя получилось. Вот он залез. Преодолел это препятствие. И что далее? Мне кажется... А, она... Мы возбудили гору. Блядь. Так. Едем дальше. Ох, у нее бомбануло знатно. Какого хрена? Типа она возбудилась и кульминационный момент произошел. Ладно. Давай посмотрим секретный левел. Чел на унитазе сидит. Все как на обычно. Все нормально. Смотрю, вантус. Не вантус этот. Ну, ты понял. Вот тебе и секретный левел. Чел сидит. Все нормально. Все с телефонами, я думаю, сидят в туалете. Тут никого не удивишь. Значит, либо поставить дерьмо, либо поставить лайк. На фотку, которая нам может понравиться. Это фейспалм. Уровень не пройден. Хорошо. Делаем по-другому. Ставим дерьмо. Молодец. Сделаешь правильно. Продолжай в том же духе. Красава. Неправильно. О. Твою мать. Не хотел бы я, чтобы так внезапно появлялась голова во время дефекации. Ну, ладно. Так. Тут можно выбрать. Во. Ей точно лайкос. Блядь. Нам говорят, что вы неправильно. Вы не то делаете, что надо было. Поставим ей дерьмиху. Хорошо. Рука. Поставить лайк руке, сидя на туалете. Это тоже неправильно. Или даже интересно, что же тут надо выбрать? Тут не так много фотографий. Гора есть. Окей. Какая подсказка? И что? Я... Во. На руке надо зажать. Появляется такая же вторая рука. И они начинают просто танцевать. Зашибись, да? Это можно было бы, знаешь, вырезать и использовать, типа, стрим начинается. Стрим начинается и сделать такую заставку. Поставить еще более упоротую музыку. Поставить сюда каких-то анимаций. И просто сойти нахуй с ума можно было бы. Ну, что ж. Мы посмотрели. Мы даже прошли сегодня игрушку. Фейспаун квест. Такой вот странный. Непонятный. Поэтому, если вам понравилось, то вы знаете, что делал. Надо поддержать лайком. Надо поддержать подписочкой. И мы увидимся уже в новых интересных мобильных играх на канале Брейна. Всего хорошего, друзья. Играйте в хорошие игры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok